I have ways of blowing things off Здорово ребятушки, с вами Аладушки Я пришел к рыбачке, бобритый, серьезный и без напарника Я очень хочу, чтобы у нас сейчас не сложился разговор Нет, шансы у меня от этого не повысились У меня внушение на 3% Я могу, конечно, его качнуть, что у меня по внушению, кстати Где оно вообще? Техника, сумрак А, вот, внушение У меня есть Физиология Изученные навыки То есть так-то 4, ну, 2 Я могу качнуть, чтобы было Еще, еще 2 Но пока что посмотрим, ладно Здесь пока не будем ничего трогать Надеюсь, у нас потом получится с ней что-нибудь Я не уверен, что нам это нужно Но, фактически, мы сейчас страдаем из-за женщины Погодите, это чьи-то следы? А, мы округлили до 50, кстати Наш монетный счет Проверить ловушки еще раз Это мне реально нужно будет Так, уйти Ну-ка Впереди бетонные крепления Постоявшие не один десяток лет Теперь там играют дети Ну, хорошо Надо будет разобраться, что у нас по ловушкам По саранче Ладно, это, видимо, надо будет с Куну разговаривать Здесь ничего нет Я все-таки хочу попробовать открыть контейнер Мне кажется, там что-то очень важное Черт побери Меня это грызет уже не одну серию У меня сейчас есть два свободных навыка Которыми я могу распоряжаться Немножечко в эгоистичных Таких особенностях Поэтому я сейчас пойду И попробую поговорить с контейнером Чтоб он открылся Насколько бы это плохо не звучало Все забастовщики Минуточка, меня вообще в порт пустят или нет? Потому что я туда приду ночью Я могу прийти туда ночью? Вот это, кстати, интересно Я тут ночью, по-моему, ни разу и не был Так что это вполне интересно Я не помню, что нам нужно для контейнера Сейчас посмотрим Так, это дверь младшего научного сотрудника Мы потом подойдем к ним Послушаем, что мы можем Что нам может кто-то сказать Так Так, 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 так Что тебе нужно было? Привет, золотко! Снова стоишь перед грузовым контейнером Он притягивает тебя ничуть не меньше, чем в прошлый раз И даже немного больше Кажется, твоя попытка Подмазываться Не произвела на контейнере никакого впечатления Так, 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 так Теперь кто-нибудь уверил, что это настоящий инженерный шедевр Так, риторика Точно, нам нужна риторика Риторика Делаем F5 Делаем Риторика у нас на довольно высоком уровне Вкачиваем Принимаем У нас остается еще одно очко навыков Так, разобраться, почему ловушка на самом деле оказалась пустой Местные детишки могут что-нибудь знать Спросите куну Да, это вот у нас о ловушках Хорошо Еще раз F5 Поехали 42 Неудача Уйти Погодите, ребят, минутку Получилось Я всего лишь один раз загрузился То есть вот только что на ваших глазах у меня не получилось Я поставил на паузу, загрузился И сейчас на 42% сработало Я постарался не тратить второй навык в риторику Попробовал на 42% ломать Это, есть кто-нибудь? Так, несмотря на всю грязь, что окружает и преследует тебя Внутри загорается маячок надежды Дверь хранит молчание Продолжить Попробую еще раз Если там кто-нибудь есть, давайте поговорим Внезапно раздается щелчок Потом скрип В двери В двери А, в дверь В двери отпирается какой-то механизм Что за... На Прикиньте, он там людей перевозит Ну, видимо, так и есть Кто же мне открыл-то изнутри? Супер-богатый, светоискривляющий тип Из глубины контейнера раздается голос Эй, входите Твою за ногу Ты кто такой вообще? Смотрите на мои деньги сейчас В дальнем конце контейнера стоит мужчина Сложно сказать об этом человеке что-то еще Ты не можешь различить никаких деталей Но чувствуешь все поглощающее присутствие капитала Реально, посмотрите на мои деньги Вот этого ощущения Каждый волосок на твоем теле Притягивается Вытягивается по стойке смирно Как солдат на плацу Блин, надо было сохраниться Какой же я дурак Прищурится Что-то здесь не так Лучи света искривляются Огибая его лицо И в тысячах разных направлений Кажется, законы физики здесь не работают Он временно... Они временно отменены Исковерканы Словно эхо Если пытаться вообразить действующие Вообразить действующие здесь законы физики Можно заработать аневризму Не задумывайся над этим А ты стоишь неподвижно Только твой язык шевелится И... Изо рта вылетает Привет Добро пожаловать Проходи, чувствуете себя как дом Прошу, простите меня за такой скромный прием Но я не ожидал посетителей Ты не то чтобы действительно слышишь его Однако понимаешь каждое его слово Все пространство заполняет оглушающее гудение Голоса будто... Голоса будто тонут в нем Итак, он хлопает в ладоши Чем я могу помочь вам, уважаемый? Эта часть его тела, которую ты способен различить Выглядит собранной Одетой в шикарный летний костюм И обутой в туфли для яхты Ты кто? Кто я? О, мне так давно никто не задал этого вопроса Все в его голосе слышится искреннее удивление В последнее время я Не часто встречаюсь с людьми За пределами своего круга Как бы там ни было Мое имя Рустам Диадор Я инвестор Лицензиат И чрезвычайно высокообеспеченное лицо А кто вы? У меня есть имя Я Гарье Дебуа Приятно познакомиться, Гарье Дебуа Вежливо отвечает он Должен отметить, что это имя весьма вам подходит Хорошо, что я не отказался от него Что-то у нас в этом контейнере Путешествую Это отличный способ перемещения Веселый, безопасный И дает много времени на размышления Кстати говоря, позвольте задать вопрос вам А где мы находимся? В самом начале колонизации этого архипелага Город Ревашуль принадлежал королевству Сюресна Предшественнику сегодняшнего Сюр-Ля-Кле Это малоизвестная деталь Но все же она стоит упоминания Мы в Ревашоле Бывшей колонии королевства Сюресны Мы в Мартинезе Ревашоле Бывшей столицы мира Мы в Мартинезе А если я все вместе хочу сказать В Мартинезе здесь клевая церковь В Мартинезе здесь жуткая заброшенная Бывшей колонии королевства Сюресны Давайте так А, а вы тоже любитель истории Я лично считаю Я лично читаю о поездах Франко-Негрийской эры Очень интересно Жаль, что я не могу выйти и сам все осмотреть Я теннис-недоставка чрезвычайной высокой обеспеченности В том, что целые толпы низкообеспеченных лиц Постоянно объединяются, чтобы попросить у тебя денег А значит ты путешествуешь так Погодя, а почему ты им не поможешь? У тебя же столько денег Ты, наверное, даже не заметишь Это не очень логично Ну, хотя ладно Всего времени в мире не хватит, чтобы раздать все, что можно раздать Это как чай кормить Их становится все больше и больше Они не делают ничего интересного с тем, что получают Только увеличивают свое количество Я уверен, вы согласитесь, что трата денег Это просто желание У меня нет желания тратить их подобным образом Знаете, что ты путешествуешь в контейнере? Умно, правда? Это также позволяет избежать всей этой целевой рекламы Которая постоянно сыплется на нас Чрезвычайно выскообеспеченных лиц Роскошные яхты Переносные радиосистемы Высочайшего качества Верхняя одежда Защищающая от серости И так далее На определенном этапе Это уже становится атрибутом среднего класса Чем-то слишком буржуазным То есть ты хочешь сказать, что Быть богатым слишком хлопотно? Хм Что? Нет, вовсе нет Быть богатым здорово Только никому не говорить, что я вам это сказал Искривленный свет, кажется, подмигнул тебе А как ты стал богатым? Он хмыкает Если говорить абсолютно честно Я унаследовал свое состояние от бабушки Которая в свою очередь была Чрезвычайно высокообеспеченная лицом в Грааде Я просто воспользовался ее состоянием Чтобы инвестировать с умом Хотите верьте, хотите нет Но требуются недюжинные навыки Чтобы не спустить огромное состояние на яхты Плохие решения И неконтролируемую государственную политику Вот в это я верю В это я очень сильно верю Что управлять деньгами Это нужны силы И на сам спуск На самом деле На его сегодняшнем уровне Для этого понадобилось бы несколько поколений Ну да ладно И каково это быть Чрезвычайно обеспеченным Он присвистывает Должен сказать поначалу Быть богатым сложно Приходится много работать Потому что все вокруг такое безумно дорогое Понимаете На таком уровне дохода Все цены растут по экспоненте Ну тоже есть такое Но потом Как только достигнешь Моего положения Почти невозможно Не зарабатывать деньги Мои активы Настолько Диверсированы Что я просто обречен На успех Вне зависимости От обстоятельств Некоторые мои Некоторые мои Нестолько Выскообеспеченные Друзья Спрашивают меня Ну разве не Портит Ну разве это не портит Все Если я отвечаю Вовсе нет Смотрите Здесь идет по Формуле Что деньги приносят деньги Так и есть То есть До определенного момента Ты зарабатываешь деньги А потом просто деньги Работают на тебя Если ты не полный дебил Так что он прав здесь Накопление капитала Это само по себе Многорада Тебе не приходило в голову Использовать свое состояние На благо Нет Вот это глупый вопрос Ты просто вор Тоже глупо Здорово Что у тебя все хорошо Но тебе не кажется Что часть твоего состояния Перечитается Тоже Вот Вот так вот Опа Ачивочка За Этот Хорошо Абсолютно так Господин Дюбуа Знаете Иногда слышу разговоры Об экономическом равенстве И справедливости Но скажите Где бы мы были Без либерализма В пещерах Колотили бы Друг друга костями Это был бы полный отстой Ужасная перспектива Мир рабства И насилия Что вновь возвращает нас К основному Догмату Модернизма Ха В нашей сегодняшней ситуации Свобода человечества Может быть Обеспечена Только Свободой Финансовых потоков Похоже Быть высокоплачным Лицом Это здорово Да Так и есть Такая жизнь Практически Свободная Отзаботка Кивает он Остается Достаточно Времени На духовное Совершенствование И это Кстати Правда Если человек Не занят Выживанием То у него Есть время На то Чтобы развивать Свои внутренние Качества Эй Эй Это Из-за Всех этих Разговоров Про деньги Ты потерял Нить Что здесь Со светом Творится Вот В чем Нужно Его спросить Я вот Спрашиваю Не хочу Что это Есть Что-то Странное Что вы Имейте Ввиду Его Субстанция Кажется Выражает Искреннее Удивление Ну Не знаю Даже Как сказать Ты выглядишь Как-то Немного Не так Вы Говорите О моем Подбородке Почему-то Мне Муви 47 Вспомнился Нет Нет Я хочу Сказать Что Даже Не вижу Тебя Как будто Что-то Происходит Со Светом Ах Вот Вы О чем Я слышал Об этом Эффекте Хотя По Непонятным Причинам Сам Никогда Его Не Наблюдал Это Имеет Какое Это Отношение К нашему Коэффициенту Вайса Визмана Интересно Что за Коэффициент Такой А Спасибо Энциклопедия Коэффициент Вайса Визмана Определяется Отношение Степени Обеспеченности Лидии Если он Близок Одному Или Ста Процентам Это Означает Что Все Средства Обеспечения В Группе Принадлежат Одному Человеку Отмечалось Что Когда Значение Данного Коэффициенты Приближаются К 0.96 То Законы Физики Непосредственно Близости От Высоко Обеспеченного Лица Начинают Давать Сбои И Каков Наш Коэффициент Коэффициент Вайса Визмана Между Тобой Данными Данными Составляет Около 0 То Есть Опа Меньше Единицы Потому Происходит Искажение Это Не очень Хорошо Для тебя Спасибо Хочешь сказать Что ты Настолько Блаз Что Свет Изгибается Вокруг Тебя Кроме Всего Прочего Не Переживайте Я Всего Лишь Скромный Миллиардер И Миллиардеров У меня И Миллиардов У меня Не Больше Десяти Вы Серьезно Нет Неправда На самом Деле Гораздо Больше Так Ну Блин Я не Хочу Это Говорить Ну Ладно Конечно Погодите Проверь Карманы Как Вы Наверное Знаете Мы Выско Обеспеченные Люди Часто Не Имеем Денег Под Рукой Инвестиций И наличность Заклятые Враки Кажется У меня При себе Только Монетки Для Кофемашины Еще Три Реала Вот Три Реала Что На них Можно Купить Спасибо За вашу Доброту Пожалуйста Знаете Он Причаривает Свет Вокруг Него Искривляется Более Агрессивно На концептуализацию Тут не хватит Да Минус Два Может Вы Сможете Увеличить Этот Капитал Разработать План Инвестиций Что Думаете У У У У У У У У У Инвестиций Это По-моему Из-за Моего Образования Да Черт Так Так Настоящее Художественное Образование Минус Один Координация Руки Трясутся От ярости Насколько Все Дерьмово Пассивные Пассивные Проверки Концептуализма Концептуализация Дает Плюс Один К По-моему Духу И Десяточку Опыта Вот Откуда Я получал Десяточку Опыта Кстати Пассивные Проверки Концептуализации А у Нас Тут Концептуализация То Есть Дегри Нам Дает Минус Два Но При Этому Получаем Плюс Один Концептуализация Шесть Бонус От мыслей Плюс Один Интеллект Основа Плюс Пять Спасибо За время Спасибо Что зашли Если у вас Когда-нибудь Появятся Идеи Для инвестиций Я с удовольствием Выслушаю Хорошо Идеи для бизнеса Зайти в контейнер Это важно Отлично Теперь контейнер Для нас открыт Это радует Просто Чрезвычайнейшим До глубины души Я хочу Подкопить Еще парочку Очков Опыта Минутку Логика Сила воли Где у меня Грубая сила Стойкость Вот Грубая сила Физиология Плюс Два Бонус От мыслей Минус Один Электрохимия Трепет Сумрак Самообладание Кстати Неплохо Хорошо Пойдемте Ну что ж Нужно ли нам что-то сделать Перед тем как пойти спать Наверное нет Вы не можете открыть контейнер Да Подсказочка очень Я рад что мы его открыли Меня эта штука давно грызла И теперь у нас открылись Очень интересные перспективы Что тоже круто Так что Вполне Так что Отлично Интересно Фрите уже закрыт или нет Вообще У меня есть бутылки По-моему я все сдавал Фрите уже закрыт Пойдем во внутренний двор Посмотрим что нам скажут Про Дом этого Чепушилы Помощника Куна уже тоже сводил Скорее всего Я не думаю что он будет В такое позднее время Ах ты же мелкий Нет он здесь Ха-ха-ха Так Ты пришел чтобы сделать Подношение Нет тогда Почему Черт это не через этот двор Надо было заходить Я что-то запутался Почему я не могу поговорить с куном Ведь задание мне говорит Поговорить именно с ним Мне еще с пролетаркой Надо поговорить Вообще у нас много Каких дел Тут вход во двор Нет не тут Серьезно Так далеко Я тут так давно не был Может с куной Поговорить Кстати И где эта мысль Где мне ее искать Ты слышу журчание воды Да-да-да-да-да-да Так куна Завершить беседу Понятно Второй раз я сюда проникнуть Уже не могу Правильно Или могу Или Дверь на Цокольный Дверь снова заперта Здесь больше ничего Нечего делать Ты слышишь что внутри Кто-то есть Он ходит из комнаты в комнату Кто бы это ни был Теперь он явно дома Завершить беседу Но мы-то знаем Кто это Так что все нормально Знаете что Нам пора спать Приближается полночь Я думал что Я думал что В своем номере Я смогу записать Бобину Но мне нужен Получается Магнитофон Который Наверное Пойду завтра Попробую купить У меня теперь Есть бесплатная Ночевка Что тоже хорошо Да Они тоже уже ушли Все уже ушли Что что за дверь То зараза Я хочу В эту дверь попасть Так С тобой нам Не о чем говорить Пока что Чем могу помочь Опа-опа Новая птица Явно изменила Его отношения Привет Ха-ха-ха Так Обоплать на сегодня Увидел в танцах Кое-что Так Еще кое-что Класс Обожаю такое Телефонная линия Не работает Да и телефон Оператор не спешит Присылать мастера Починки Он качает головой Прибавляет Козлы Странновато 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 Правда что Она не сама сломалась Он морщит нос Кто им сказал Я не разглашаю Свои источники Это было бы Недостойно Это не важно Я просто хочу знать Кого подозреваете Ладно Да Кто-то Видимо поломал проводку Вскоре После повешения Но я не уверен Что это связано Тут немного Тут много Говнюков И при этом Не убийц Ага Но если выясните Кто перерезал провод Скажите Направлю счет За починку Хорошо О другом И да До свидания Ну ладно Какую-то маленькую Дольку информации Еще узнали Хорошо Пойдем Пойдем спать Посмотрим Что будет с нами Сегодня Сегодня Наш персонаж Полностью Протрезвел Я наверное Рад этому Почему-то у меня Магнитофон Перестал Подсвечиваться Как Активный объект Хотя по-моему Раньше было Пока оставить Зеркало в покое Ну что ж Спать Дружище Спать Пойдем Чувак Ты мог бы Кстати окно Залатать Ну ладно Это не просто Но твои кости Ужасно устали От работы Над делом Тебе кажется Что это длится Уже неделями Ты должен Попробовать По твоим ощущениям Проходит несколько часов Прежде чем Ты вроде бы Засыпаешь Не будет кошмаров? Древний рептильный мозг Мысли Детка Миллионы Сполоха во тьме А ты тонкий инструмент Братишка Все эти лица Имена Смехи Вскрики Хитрости Все закоулки Всех улиц Записаны в тебе На вечно На 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 Ферлон На Ферлон На Ферлон Что Блин Она крутится В вечности Она крутится В пустую Крутится Крутится Скажи Я сплю Нет Ты крутишь Ленты На дискотеке На великой Беспрестанной Дискотеке Разума Огни Грохот Бесконечное Познание Она крутится В вечности Она крутится И крутится Часами На дискотеке Где ты впервые Пригласил ее На танец Воспаря Воспаря Я Над черным Изгибом Горизонта Распахнутые Крылья Сна Усыпаны Звездами Узри Здесь Миллионы Тот Первый Раз Это Последний Дым У нее Во рту Цветы В горшке Лица Отворачиваются Меняются Что это? Это мир Парниша И ты И ты Из него Соткан Каждый день Что ты В нем Проводишь Ты Создаешь Еще Немного Себя Из его Кусочков Боюсь Тебя Уже Не Расплести Всю эту дрянь Уже Не забыть Цвета Дождь Снег Я не хочу Они Красивые Красивые Они Крутятся На бесконечном Повторе Выплевывая Вновь Выплевывая Слова И образы Ты Снова Дитя Мира Гарри Неустанно Куда ты Бегущий Подбирающий Мусор И старые Газеты Обертки От жвачек Идиотские Почтовые Открытки Бессмысленные Бессмысленные Сувениры Читаешь Свои ужасные Письма И вспоминаешь Всякое Бесчисленные Имена Мира Ты Адресная Книга Ты Карта Города Но что Если я хочу Быть агентом Небытия Поздно Ты уже Не соткан Из ничего Ты уже Что-то Гарри Я пытаюсь Утопить тебя В черном воде Но ты Выпыл Ты Бился И кричал Бежал Зачем Ради денег Детка Ради высшего Блага Ради Ревашоля Ревашоль Важнее Всего Решать Свои Кроссвордики Выполнять Задачки Вычеркивая Списочка И списочков Имена Попытаться Стать Эдаким Пеленгатором Всего Мира Но это Весь Ничего Не Исправит Дым Не вернется К ней В рот Я просто Забочусь О своем Экономическом Состоянии Это у нас Ради денег Мы продвигаемся Вперед Медленно Верно Нельзя сдаваться Нужно Продолжить Бороться Ради Ревашоля Так Мы Продвигаемся Вперед Это у нас Эмпатия Ради высшего Блага Давайте Да Ну вот Опять он Начинает Какой Неукротимый Политик Наш Гарри До сих пор Не может Понять Что этот Мир Меняет Его Он Понятия Не имеет Что Его ждет Почему Ветер Разбивает Сердце Лишь Любовь Ощутить Подушку Дзень 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 Будильник Звонит Гарри Дискотека Продолжается Цирк Не стоит На месте Прошлой ночью Ты едва Не проспал Ты едва Проспал Три часа Ты справишься Расплюнуть Ради Города Давай Ради Ветра Ради Пазла Сложи Его Разговор К разговору И ты Разгадаешь Мир Открываем Глаза Да Ночка У нас Ни одна Ночь У нас Не прошла Хорошо Ни одна О Ты проснулся Слушай Есть один момент Всю ночь Тебе не давал Покоя Что-то не так Что Подозрение Даже скорее Ощущение Что Не все У нас тут В полном мере Под контролем Крышесносная Дедукция От твоей психики Боюсь представить Что им удастся Вычислить дальше Кажется Что с каждым днем События все больше И больше Выходят из-под контроля И как бы ты Не пытался Сдерживать Или укращать Силы Становится Только хуже Погоди Мне казалось Что в целом Все неплохо Давай сразу И к сути Что мне делать Нужно Выяснить Кто несет Ответственность Погоди Что именно Что именно Такое Ля Ответственность Я думаю В конечном итоге Мне решать На каком Ответственность Не за убийство Ну за убийство Так вот Что значит Это Чудная Чудная жуть Это жуткое чудо Ого Эмпатия Успокойся По природе Свои люди Жаждут Для Респонсабилити И Прикладывают Ее Поэтому А перекладывают Поэтому Так важно Распределить Ее По множеству По множеству Организаций Агентств Кабинетов Комитетов Иными словами Нужно Размазать Ее По всей Бюрократической Машине Чтобы никто Никогда Не смог Понять Кто за что Отвечает Ладно Давай И сюда Я понесу Ответственность Стой У нас Так не Диктатура У нас Тут не Диктатура Нельзя Просто Прибрать Ответственность К рукам И ее Должны Вручить Тебе Легитимные Органы Власти Например Когда Когда Какая Нибудь Комиссия Кто Будет Состоять В этой Комиссии Лишь Самые Известные Умы Мартинеза Твой Сводный Брат Лейтенант Логичный Первый Кандидат Вместе Вы Выясните На ком Же Ревашольская Ответственность А если Потребуется Вам хватит Мудрости Компетентности Разобраться На кого Ее Возложить И что Будет Когда Мы Возложим Ответственность Ваши Находки Вероятнее Всего Соберут В отчет Который Внимательно Проанализирует Руководство После Анализа Это же Руководство Сформулирует Ряд Рекомендаций Которые Обсудят На следующем Заседании Постоянной Комиссии Не переживай Что Нибудь Чтобы Не произошло Все формальности Будут Соблюдены Ну давайте Принимаем Возьмите Респонсабилитет Так Удачи Непуха Вашего Отчета Ждут С нетерпением Я постараюсь Как можно Меньше Отказываться От заданий Потому что Они интересны Так Авторитет И остальные Части брони Куна Соврал Вернитесь И попробуйте И потребуйте Обязание Я не могу В принципе С Куну Поговорить Перезвоните Алисе На свечение Это мы Сегодня Сделаем Татуировка Жертвы Спросите Еще Кого Небудь Найдите Оружие Убийства Найдите Рабочие Так Это у нас Это у нас Со вторника Это у нас Со среды А это С понедельника Идите Катушку С Грустной Песней Узнайте Всю Правду Джойс Не только Богат Но и Согласна Ответить На ваши Вопросы Оу Я забыл Кстати Про Джойс Немножечко 28 Небольшие Осадки Так Ну я думаю Что Ким Уже Внизу У нас Куча Дел На сегодня Просто Дефигеляр Дел Это все Не знаю Почему Я не могу Больше Поговорить С Куном Вот в чем Прикол Доброе утро Ким Нам нужно Поговорить Про Ответственность О Рад Слышать Детектив Я задался Вопросом Когда мы Затронем Эту тему Отлично Значит Мы на одной Волне Как по мне Вам давно Пора Отказаться От пустяковых Побочных Задач И на 100% Сфокусироваться На деле Нет Нет Я имел Ввиду Ну ту Которую Возлагают Почему Вы произносите Это слово Как человек Из института Стабилитет Цен Впрочем Неважно Ответственность За что Конкретно Вы хотите На кого-нибудь Возложить За убийство За то Какой Катастрофой Обернулась Моя жизнь Но Разве Это не Ваше Личное Дело Нет Здесь Множество Нюансов Целый Пласт Исторических Социоэкономических Аспектов А Теперь понимаю Он серьезно Кивает Дальше Полагаю Вы скажете Что для Возложения Этой Респондент Нужно Собрать Комиссию Как ты узнал Все просто Сторонники Моралитерна Обожают Собирать Комиссии В любом случае Я лишь Скромный Представитель Органов Правопорядка Может я и служу Под этой гидой Моралитерна Но явно Не подхожу Для такой Для какой бы то ни было Комиссии Но Знаете Кто возможно Подходит Господин Вильдруга Вы встретили его В квартире Того молодого Человека А Понял Я же его Теперь уже не увижу Если вы хотели Выйти на связь С коалицией Я бы Сперва Отыскал его Но перед этим Возможно Придется поговорить С его юным Компаньоном Понял Еще что-нибудь Да нет Вроде как Чуть-чуть Разобрались Наверное Так Ким утверждает Что вам нужно найти Воскресного друга Возможно Курильщик на балконе Знает где он Пойдем Легендарно Низкие шансы Не нужно еще раз Поговорить с твоим Воскресным другом Поворотом комиссии О Комиссии улыбаются Он как интересно Он неблагозатягивается Если позволите Жендаун То это Что это за комиссия Он полон Скептического удивления На самом деле Ему все равно Что тебе нужно От его друга Просто Еще представителя Более высокого Шала власти Я Занимаюсь Возложением La responsabilité А Ну конечно Мой друг Вечно пытается Убедить меня Что мне бы не помешало По большей ответственности Будто у меня и так Мало всего В любом случае Рад бы помочь Да сам не знаю Где он Мы Понимаете ли Не все обсуждаем Он легонько стучит Кончиком Пальца по сигарете Допустим Он упоминал Что-то о том Что хотел смотреть Какие-то Досприимчательности На побережье Официально Неофициально Конечно Что же Видим поищу Его на побережье Так Самообладание Почему Что Самообладание Погодите Официально 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 Где у нас там Самообладание Я просто таким образом Потихонечку Раскачиваю себе Персонажа Равносторонне Давайте Закину Принять Теперь Теперь еще раз В пяточку Сколько у нас 42 На 42 У нас уже срабатывало Но я сделал В 5 Сейчас посмотрим Успех Супер А не может ли он Принадлежать К гомосексуальному Подполью Ну как бы Мы это знаем уже Вот эта часть Которая Сексуальная Звучит Интереснее Поспрашиваю Внедрись Внедрись Просто хочу Отметить Что речь Не идет о каком Либо Культе С Членством Ты Это Выдумал Ты Принадлежишь К подполью К гомосексуальному Подполью К гурильщик Подскакивает Выпрямляет Спину Глаза Его Расширяются В веселом удивлении На губах Играет Медовая Улыбка О да Офицер Принадлежу А что вы Хотели бы В него Тщательно Расследовать Вы бы Хотели Его Тщательно Расследовать Побольше Узнать Об этом К гусан В котором Ты состоишь О Это Клуб По удовольствиям Тайный Соброса Кружок Что Собирается В подвалах Под покровом Ночи Субботней Ночи Порой Даже Пятничной А что Ночи четверга Зачем Вы собираетесь Что конкретно Вы делаете Блин Чувак Ты знаешь Что они Делают И в Ночь Четверга Подчас Собрание Наши И вовсе Не заканчиваю Собрание Наши Вовсе Не заканчиваются А перетекают В обычную Жизнь Он Собрание Подчас Собрание Не заканчивается Перетекает Все Я понял Он Заговорщицки Понижает Голос И оглядывается И что Вы делаете О Мы Амбициозны Мы Жаждем Уничтожить Останки Смысла В то Последнее За что Цепляются Ревошольцы Последний Оплод Безопасности Значение Слов Мужчины Женщины Матери Отца Их брака Когда мы Придем К власти Все Будет Постоянно Меняться Будущее Обратится Каруселью Идентичности Идентичности Крутится Крутится Сюрреалистично Сюрреалистически Невообразимо Сами 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 Менять Традиционную Посмотрите Посмотрите Сколько Сколько Здесь Мысли Где Мы Находимся Это Же Просто Труба Офигеть Так Хорошо Ушел Порываясь Защитить Делает Тебе Шаг Поправляю Кепку Почему Бы Смотреть Как В общем Да Я теперь Понял Что Кажется Когда Срабатывает Концептуализация У меня Приходит Плюс Действие Навыков Плюс Действие Опыта Смотреть На него Так Как Он Пытается Тебя Задоминировать Зрелище Почти Антропологическое Настроение Не то Его Злобные Глазенки Наливаются Ненавистью Ким Лейтенант Стоит Рядом Его Руки Не касаются Кабры Он Делает Шаг К Тебе Ты Слышишь Как Крепит Нейлон Куртки А Тем Временем Мужичок С Крысиным Лицом Лезет В рукав У него Там Нож Скорость Реакции Не подвела Кое-кто Из остальных Тянется К поясам Глаза Их Загораются Нас убьют Если мы подойдем Ближе Ладно Спокойно Мудро Он снова Откидывается Если Ты сделал Правильный выбор Ты сделал Правильный выбор Теперь Сделай еще один И свалить С наших глаз Второй раз Ты не повторишься Второй раз Тебя уведу Отсюда Так Хорошо Высказался Про 8 Мне нужен Авторитет Так Ты и не объяснил Откуда у него Пуля в голове Вот Кстати Да Давайте Ты все Отой пули Он хлопает По затылку Пуля в башке Повешенного Ты прав Начальник Это любопытно Еще и Как Любопытно Это мягко сказано Как она туда Попала Лейтенант Не сводит глаз С Тита Он смотрит Снисходительно Ну в мире Много пули Много голов Он глубоко Вздыхает Вполне логично Что рано или поздно Одна из этих пуль Встретится С одной из этих голов Ах ты мудак Она вообще говоря Непременно Повторится Вообще говоря Он постукивает С себя По правому виску По статистике Я имею ввиду Миссир Ах как бы Было драматично Когда вы пулю вынули Сейчас Этим Простофилем Показали Ну давай 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 Ух ты Мужчонка Придвигается Рассматривая Свинцовый Цветок В настоящем В настоящем Пакетике Для улик Все дела Шли бы вы Отсюда Что тебе Что тебе врать Такая техника Не переживай Рано или поздно Мы в этом Разберемся Да Я по жизни Не переживаю Это понятно Иди отсюда С Эвраром Он общается С Громили Он обращает Громили в глаза Полные боли Дай-ка подумайте Он хмыкает Ага Похоже Позволю Дохлик Обломись Урод Он снова Оборачивается К тебе Старик Сказал Что ты Не вернешься Поэтому Я с тобой Такой Вежливый А Старик Сказал Что ты Вернешься Не Не Распозаривай Удачу Я нашел Свидетеля Свидетеля Великан Скрещут руки Ну и фига Ли ты Нифига Ты не нашел Никто из местных Не стал бы О таком Рассказывать Обычно Тактика Копов Тит Потому что Они скажут Что один Уже настучал На остальных И приходят Теперь по программе Свидетелей Мой свидетель Не местный И чешет затылки Отвечает Ну ладно Послушаем И что это Таинственный И что Это таинственный Незнакомец Внезапно Вылезший Свидетель Его Не пугает Но удивляет Это Само Само Собой Разумеется Но все Таки Не выдавай Имя Скажу Так Это Высокооплачиваемый Чиновник Этого Достаточно А Конечно Будто Мы не знали Кто бы К нам В город Просочился Кто-то Из МИ Тит Смотрит На своих Людей Через плечо Отличная Попытка Ага МИ Сокращенная От Марлинтернов Марлинтерн Сокращенная От Моралистических Интернационалистов Так Называется Коалиция Управляющая Ревашолем Да Тысячу раз Я такое Видел Тит Провоцирует Признание Он В отчаянии Он Поворачивается К тебе И что Начальники Какие-то Упоительные Истории Типы Рассказали Что Его повесили Очень тихо Но Не было Ни криков Ни другого Шума Видел Двух людей Что Сцена Выглядела Как Сериалистический Испугатель Вот Что Не было Шума Это Вы Мудаки Извините На всю Округу Как Гребанный Духовный Оркестр А парни Харди Молчаливы А Будто Бубенцы Корявые На вас Навешаны Когда На улице Выпускают Провоцирует Он Нафига Бубенцы Полицейский Они Увиливают От ответа Ответ Ответ в том Что он уже был мертв Когда его вешали Ну Мне представляется Что вы пили И Пели Линчевательские песни Что за Оскорбление Что за Оскорбительное Молчание Да Пели мы Он оглядывается Пели же Я хорошо Накатил Совсем Бухой был А Убедили Глен Он Саркотический Квайт Ничего необычного Самое Тривиальное Повешение Вот это Вот Так Аэропагитов Он смеется Босс По-моему Он намекает На нас Тео Ну да Кивает Тит Что тебя Смущает Джон Тео И Ален Там тоже Были Я же сказал Были Все Среди Сказал Что сцена Выглядела Как сюрреалистический Спектакль Ух уж эти Вялые Из М И Их Язык Культуры Миски Зло Сплевывает На землю Все Все Это вам Сюрреалистический Спектакль Да возвышенная Хренота Бессмыслица Мысль в том Что сцена Была затянута Как будто Она из кино Да Да С чего С ним Не так Обращается Мужчек Совсем Сразу Ко всем Сразу Никому Одновременно Ну Просто Пожалуйста Ну Прости Пожалуйста Мы не Добавили Экшена Не о том Понимаешь Ли думали Мутный Вас Ведь так Заназывают Ответы Он не ждет Я сразу Подумал Что в рассказе Про самосуд Что-то Не сходится Теперь же Я в этом Уверен Нифига Ты не знаешь Знаю Мутный Что вы Врете Записывает В блокнот Хватит Свидетели Тоже Мне Свидетели Я так Тоже Делал Выдумывал Случайную Хрень Говорил И смотрел На реакцию Чтобы такое Уметь Не нужно Учиться На копа Та учиться Вообще Не надо Я вот В школу Не ходил У меня Все нормально Да ты Вообще Красавчик Шикарно Работаешь Так Авторитета 58 Ха-ха-ха-ха 58 Это Хорошие Шансы Я пойду Хочу ли я Еще одну Очку Авторитета Закинуть А вот Сохранение Прошло Иди сюда Не-не-не-не Погоди Я отменил Наш диалог И сохранился На быстрый Сло Чтобы потом Было проще Загружать Так 58 Ты Осматриваешь Зал Набитый Потными Мужиками Они Матерятся Пьют Харкают Табаком Знакомо? Я это Уже Видел Ах Да Кажется Это место Называется Участок 41 Тоже Набито Почти Сугубо Мужчинами Что Сидят За столами Ругаются И тратят Время Я Понял Тит Вы Мужики Здесь Власть Что? Как же Иначе Ведете Себя Как Самые Настоящие Копы Пьете Пиво И Пинаете Он Наклоняется К тебе Теперь Тебя Пиво Не устраивает Еще Не совсем Продолжай Давить Так Не Не Я так Набухался Что Утопил Мотокарету В море Мне Тоже Пофиг Прям Как Вам Я Тоже Люблю Пиво Вполне Пиво Меня Устраивает Устраивает И Настраивает На Правильный Лад Тот Под Которым Я И Не Нужно Думать Как Работать Свою Работу Короче Все Как У вас Говори За себя Парниша Он Ставит Пиво На Стол Я Десять Лет Этим Занимаюсь Видел Бэт Мартинес До Того Как Мы Организовались Он Был Как Джеврак Сейчас Брат Они Ж Не Видели Нифига Он Поворотится К тебе Тут Было По Три Перестрелки В Неделю Детей Тоже Стреляли Граффити Повсюду Вы Копы С Тридцати Тут Не С Тридцатых Тут Не Показывались Поздравляю Поздравляю С Зачисткой Граффити Он Поворачивается К Титу А я А я Вот Слышу Только Как Вы Обсуждаете Буфера Моники Когда У вас Человек Изнасиловали И Че Ты Че От Меня Хочешь Мы Разобрались С Мудилой Он Снова Берет Банку Пива Не Дай Ему Его Выпить Женщину Изнасиловали Ей Нужна Психологическая Помощь Нам Не 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 Поговорить Тит Он Смотрит На Нее Она Прерывается На Полусловие Готово На Тебя В Кармане Он Расскажет Но По Своему Давай Хочешь С ней Поговорить Коп Ладно Отдам Тебе С ней Поговорить Но Чтобы Уважительно Если Отнесешься Без Уважения Если Будешь Ее Допрашивать Или Как То Еще Донимать Тит Касается Кулаком Своей Челюсти Полный Грузовик Мучительной Боли Лейтенант Достает Блокнот Как Ее Зовут Ха Ха Я Задавил Харда Есть Тварина Ты Подним Свой Авторитет В глазах Тита Хорошо Колосье Аманду Или Аманду Она Остановилась Здесь В танцах Красотка Такая Серебристый Комбинезон Блондинка Тит Поправляет Кепку Клосье Через 2 А Это Случайно Не с ней Мы В первый же день Говорили Так Минус Что Минус Сказал Что Не Сказал Что Не Помнишь Коплиты Сказал Что Забыл Реальность Говорил Про Свой Номер И Как Плакал Черт Сколько Минусов Блин Девушка С Верхнего Этажа Нет Не Может Быть Она Знаешь Что Нажрался До Беспамятства И Забыл Что Ты Коп Класье Класье А Блондинка Высокая Живет В двух Номерах От тебя Он Кивает Наверх Мисс Танцовщица Аранская Да Почему Нет Ты Наверное Ее Тут Видел Он Маш Маш Головой Сказал Блин Ты Еще И Уменьшила Мои Шансы Черт Побери Черт Ты Зачем Ты Добавил Класс После Имени Жертвы Пуча Глаза Как Дикое Животное Твои Пальцы Дергаются Она Выступает Испарина Она Странно На тебя Смотрит Не Понимаю Что В этом Такого Классного Ничего Косится На тебя У нас Еще Пара Вопросов И мы Оставим Спокойно Все Нормально Ты Чуток Заговорился Постарайся Это Просто Постарайся Это Просто Забыть Это Как В Каких Отношениях Она Была С Наемником Самая Самая Типа Так А ты С ней В Каких Отношениях Кажется Я Кажется Мы Знаком Спасибо Мы С ней Поговорим Так Как Им В Отношениях Не Было Никаких Плен Отношения Он Изнасиловал Вот И Вот В Каких Отношениях Снова Как Та История В Караоке Или С Другими Девчонками Которых Домогался Все Достаточно Это Все Не Касается Заявление Заявлено Сути Расследования А А Ты С Ни Каких Отношениях Мы Знакомы Он Оглядывается В Зале Повисает Непривычная Тишина Насколько Близко Вы Знакомы Уголок Губки Едва Заметно Дергается У него Подозрение В каком Смысле Они Знакомы Достаточно Начальник Мы Отжигали Она Здесь У Нескольких Она Здесь Уже Несколько Месяцев Он Скрещивает Руки Он Очень Старается Говорить Как Ни В чем Не Бывало Но Мышцы У него На шее Напряглись То есть Она Не местная В смысле Не из Ревашоля Нет Наша Мисс Танцовщица Аранская То ли Приезжая То ли Какая-то Бродяга Зимовала Тут И Вы Ее Не Донимайте Внезапно Восклицает Толстяк Просто У нее Темная Полоса Вот и Все Завали Анже Хлопает От себя Ладонью По лбу Не нужна Твоя помощь Тит Выразительно На них Смотрит Оба Замолкают Почему Опять Молчание Они будто Испытывают Очень смешанные Чувства Продолжая Продолжая Теребить Вопрос Теребить И что Там Тит Упоминал Что они С ней Отжигали Звучало Круто Изнасилование Когда Оно Случилось До того Как Мы Его Убили Больше Он Никого Не Изнасилов Он Сжимает В кулаке Полупустую Банку Пива Так Какая Разница Было 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 Полезно Восстановить Хронологию Событий Ладно Недели Две Назад Не Знаю Мне Нужно Новое Пиво Он Оборачивается К Глену Лови Босс Долговязый Блонтин Кидает Ему Банку Тит Ее Вскрывает Скал Вы Отжигали Класс Клевенькая Но В каком Смысле А Сам Как Думаешь Секс Наркотики Караоке Да Да И Нет Без Караоке Он Смотрит Тебе Прямо В глаза Что Что-то Не устраивает То есть Вы двое Были близки Нет Просто Буднично Отвечает Он Подробности Не расскажу Так что Прибери Он Прямо Из кожи Вон Вылез Чтобы показать Что эта тема Его не напрягает Сейчас Ты Больше Его не Услышишь Хорошо Как Объединенная Сцена Достойное Уважение Картину Да Мне Вообще Плевать Изображает Весьма Прилично Хорошо До свидания Пока Давай Я пойду Катись Отсюда Я Блин Знал Что Это Тут Неспроста С этой Девушкой А Нам Надо Поговорить Давай Поговорим Офицер Это Что Такое Было При упомянании Имени Я вдруг Начал Потеть И Не знал Куда Руки Деть Да А еще У меня Типа Глаза Начали Дергаться Да Кажется Я знаком С этой Женщиной С Жертвой Вы Ничего Не хотите Мне Рассказать Прежде чем Мы Начнем Беседу С ней Только Не Говори Самое Первое Что Пришло В голову Я Ее Не Носил Самое Что Пришло В голову Я С ней Зачачался В коридоре Когда Проснулся Еще Я Все Придется Ой Как Непросто Постарайся Ничего Не Испортить Знаете В чем Прикол Я Не Хочу Я Не Хочу С ней Беседовать Пока Я Не Получу Очко Навыков Но Ладно Это Будет Позже Давайте F5 У нас Очень Много Дел На Сегодня Кстати На Кухне Другой Повар Мне Кажется Ладно На этом Будем Заканчивать Спасибо Что Были С Нами Всем Удачи Добра Бобра Всем Молодшек Всем Покеда Бобра Бобра